И рад приветствовать вас на своем канале, с вами снова Хакуалюс, я вас на распаковке и обзоре Некромант Одиночка, а также Тяга к Тебе, пробуем новиночки. Бродяга здесь для того, чтобы показать вам на примере, почему я люблю именно печатную манхву, а не онлайн формат, или же электронный. Начнем смотреть. Я уже давно эти книги распаковывал, но, к сожалению, те файлы почему-то были удалены, как-то они пропали, я не знаю, крашнулись, не крашнулись, и в итоге видео должно было выйти вообще где-то неделю назад, но, к сожалению, выходит только сейчас. Вот так выглядит обложка Некромант Одиночки, здесь у нас есть глянцевые вкрапинки, что очень приятно, и также издательство Freedom, корешочек. На задней обложке краткое содержание, а также интересные кадры. И Freedom, ссылки на все их соцсети. Первое, что может прийти в голову, это то, что данная работа схожа с поднятием уровня в одиночку, но это вообще не так. А теперь давайте перейдем к объяснениям тому, почему я люблю именно печатные варианты манхвы. Во-первых, это то, что окна идут последовательно, не так, как в манхве, где надо пролистать полкилометра, чтобы, дай бог, найти следующий кадр. И при прочтении электронных вариантов я получал плохой экспириенс того, что динамика в них ужасная. В физическом варианте, в печатном, кадры расставлены шикарно, и, на мой взгляд, намного лучше читать так, чем онлайн-формат, который, ну, хрен пойми, где там экшон, когда он будет, дайте долистать, пожалуйста. Манга здесь не зря, потому что именно в манге используется такой же формат, как видите, здесь у нас экшончик, все очень быстрый. На первый взгляд кажется, что рисовка здесь простенькая, но в нужные моменты, в нужное время, в эпичные моменты здесь она подлетает прям очень-таки высоко. Притом, при всем, сканов здесь таких немало. Бумага используется либо глянцевой, либо милованной, я так до конца и не понял. Либо очень плотная, глянцевая, либо же обычного качества милованная. Что могу сказать насчет системы навыков и, в принципе, системы прокачки уровня. Здесь она проработана неплохо, даже очень-таки хорошо. Я являюсь фанатом данного сеттинга и много чего из этого прочитал. И думаю, если по данному произведению еще и рано бы, то в нем еще и более будет это все описано почетче. Как и Габрил, в нужные моменты рисовка становится очень-таки годной и под конец у нас встречают Алугард из Хельсинга. Ладно, шучу. Что могу сказать насчет главного героя, его зовут Сону и он меняется в лучшую сторону на протяжении всей истории. Жду ли я второй том? Жду. Буду ли я его покупать? Буду. В конце у нас есть характеристики издательства Эксмо, ну, Фридом, ну, Эксмо. То есть Эксмо владеет Фридомом. Экземпляров пять тысяч штук. У Мангвы есть такая особенность, да и в принципе у Манги и у других произведений, то что на протяжении всей истории рисовка всегда будет апаться. Просмотрев немного Некроманты-одиночку в онлайне, я увидел то, что действительно рисовка стала еще лучше, хотя здесь она уже тоже неплохого уровня. Мы переходим далее, здесь у нас тяга к тебе. Выпуск первый, либо же том, или же книга первая. Издательство Эксмо 18+. Напоминаю то, что обе книги 18+. Корешок здесь у нас уже вот такой вот плоский и формат чуть больше, даже не чуть больше, намного больше, чем тот же Некромант-одиночка. Я люблю и большие, и маленькие книги, но если будут давать выбор между широкой и тоненькой книжкой высокой, то я выберу широкую и чуть поменьше. Раскрывается книга просто шикарно, потому что твердый переплет реально вывозит все, изначально встречает след крови здорово. Москва, 2024 год, и данная манха вышла практически вот месяца два назад, что ли, или полтора. Что могу сказать насчет рисовки? Одно из произведений мне оно напоминает, я где-то видел это в ТикТоке, но я не помню, как оно называется. В общем, по рисовочке они очень похожи, и здесь у нас характеристики уже именно в начале. Вептун, кстати. Тираж такой же, как и у Некроманта-одиночки, 5000 экземпляров. Первые две странички будут вам говорить о том, что, ну, я обычное произведение, но, долистав до суда, я хилил. Кадры здесь расставлены просто шикарно. Не думаю, что в онлайн-формате в электронном это бы смотрелось так круто, как здесь, в печатном. Что насчет героев? Главным героем является Аркелл, 1,95. Я сейчас не понял, он там написано еще и растет, то есть будет еще расти, таких мутантов вообще встречали. Ладно, я 1,91, но... Кстати, напишите в комментариях, какой у вас рост и есть ли у вас друзья, которые выше 2 метров. На некоторых моментах я сделаю либо черно-белую картинку, либо накину блюр, потому что кровищей здесь реально много. Хотел бы я купить следующую книгу? Честно, не знаю. Книга вызвала неоднозначные эмоции. Мне, конечно, нравится тематика вампиров, я тот же Хельсинк очень обижаю, но этот сеттинг не под меня, не для меня. Ну а фанатам вампиров, убийц, интрижек и так далее советую ознакомиться с данным произведением. И еще раз вам напомню, что это именно российский вептун, то есть наш, наш слоняра. Все персонажи здесь, конечно, хороши, но Диана... Диана это нечто. Ну а на этом, мои дорогие друзья, все. Что могу сказать напоследок, Некромат-одиночка, очень классно, круто, прикольно, именно мое. Второй том, жду. Тяга к тебе не мое, но фанатам вампиров советую. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и не забывайте, что у меня есть мой телеграм-канал, где я делюсь новостями. Вот если бы у меня вылезло окно с прокачкой уровня, я бы был просто королем этого мира.